Ну, мне кажется, основное преимущество советских детей от этих детей, они поколлективнее. Это не столь небезобидная черта. Вот коллективный человек и индивидуалист, это очень разное. Вот индивидуалист, например, я веду группу в походе. Это так вылезает, ну я себя люблю и все, я хочу вот здесь с крови лежать и все, и не хочу я ложиться на средину. И вы тоже хотите с крови, и вот у нас скандал, а у меня вообще так вот, допустим, я везу группу, и сразу же вот едет группа в поезде, да. Уже в конце они все друг друга нашли, кто с кем будет дружить, это совершенно видно. Если кто хочет, прочтите рассказ у меня на сайте, есть рассказ путешествия, ну, по Риталии. Правда, я так взял и подробно все описал, в том числе вот такие вещи, как там делятся в палатке и так далее. Все, и, допустим, там вот у кого составилась пятерка, потому что палатка на пять мест, подходите ко мне. И вот начинаются эти, они между собой. Я не слышать, не хочу никого, все, пять человек составилось, пожалуйста, подходите. Четыре, не подходите. И вот они начинают там ходить, все так. Кто-то быстро раз-раз нашли. А у кого-то и вот этот индивидуализм играет, играет, играет. И вот если сравнить с СССР или там в прошлое время, индивидуалистов сейчас больше. Но это не только эпоха, это еще и капиталист. Он тоже делает как бы, ну, человека, который для меня, для себя, я себя люблю и так далее. Я милый и хороший, остальные не видит. А если взять, например, страны какие-нибудь, находящиеся в Африке, там больше коллективные люди? Больше коллективные, сто процентов, да, да. И могу сказать почему. Человек живет в семье, в которой шесть-семь детей, да, и живет в очень скромных условиях. У него нет возможности капризнуть на каждую минуту. Вот просто, и там тоже есть индивидуалисты наверняка тоже, но их мало. Намного меньше, чем в бедном третьем мире, а он составляет большинство человечества. Ну, то есть, сейчас вот Китай немножечко еще поднялся, он сильно прибавил людей, обеспеченных в мире, да. Но в основном, это основная масса, это три четвертых человечества, которые живут весьма скромно. Это я, может быть, еще заниженно говорю. Вот, и там они как раз коллективисты. Вы возьмите, что там всяких индусиков, не знаю, кого угодно, африканцев, берите, латиносов, да. У них, конечно, не по коллективу. А если исчезнут все буржуи, за войну поселятся негры, лучше будет? Ну, негры же тоже станут богатыми. И как бы, да, и вот, если вы воспринимаете... Так как же спасение? Не, не, спасение, спасение. Может, на негр всех заменить, и будет как-то попроще? Если бы я знал, где спасение, да, то сейчас бы все правители мира подошли и спрашивают у меня. Вот, они сами не знают, где спасение. Они вот озабочены хватануть, 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 и все. А спасение никто не знает. Вот есть всякие версии. Например, марксизм предлагает свой вариант спасения. Ну, и так далее. Допустим, люди религиозные предлагают тоже свой вариант спасения. Там, Запад тоже предлагает свой вариант спасения. Вот, а миллиард золотой оставить, остальные пусть помоют. Ну, примерно. Это вопрос... А кроме коллективизма, каким еще свойством отличался советский человек, какого свойства сейчас нет? Или это единственное основное различие? Вот я работал чаще всего с трудными детьми, потому что мужика заставляли, не то что заставляли, и вот как бы вот просят директора, потому что не справляется никто с этим классом, и не дают тебе трудный класс. И у меня много вообще таких вот, ну, как бы было, классов, с кем я потом до сих пор иногда встречаюсь. И с трудными, и не с трудными, которым сейчас по 40 лет. Вот. И могу сказать, что вот ни капельки не могу идеализировать того. Дурача хватало вот так, то же самое было, да? И все-таки того цинизма, того, я не знаю, как бы такого бездушия, которое сейчас, ну, как бы тогда не было. Все равно как-то по-человечнее народ был. И вот если можно так, если понятна эта черта, что по-человечнее, я считаю, что это тоже отличие. Но мне кажется, это не только потому, что сейчас общая тенденция времени уже настолько глобализирован, что во всем мире молодежь всех стран, в том числе бедных стран, ну, не там самых бедных, их вот в это потребительство окунают. Вот эта идеология потребительства, это прям целое направление вообще в мире, это главное направление для молодежи. Потребительство, 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 это святое, самое главное святыня. Она, конечно, делает свое дело. Ну, то есть это дрянь полная, это потребительство, да? Но из этого делают как бы вот нечто. Я, допустим, вот еду и вижу, там, ну, вот вы едете по Москве, реклама там. Ну, не знаю, она идиотская, вот совершенно идиотская. Ха-ха-ха, там дурочка радуется, какая-то туфли подешевелит на 3 рубля. Ну, правда, вот это же все такой полный идиотизм. Ну, а еще что? Скажите, вы знаете, где вот этот город Германии? Расскажите, вы знаете, что здесь здесь? Продолжение следует...